— Знаете, такие шутки есть про синоптиков. Сталин, например, шутил, когда узнал, что 45% вероятность прогноза. Он сказал, ну так вы обратным образом отвечаете, и тогда 55% будет вероятность вашей правоты. В Ульяновске, например, пытаются в суд подать на метеорологов за то, что хотели поехать на шашлыки, сорвалось, верните деньги за бензин и потраченное мясо. — К вам предъявляются какие-то претензии, в частности, по поводу этого снегопада? Были какие-то хотя бы личного характера, не дай бог, официального претензии? — Нет, вы знаете, предупреждение мы дали в пятницу. Всем, кому положено, существует специальная схема оповещения. Это органы МЧС, правительственные структуры, некоторые предприятия, с которыми мы взаимодействуем. А более того, уже всем было известно, поскольку в прогнозах у нас звучало, что снег будет, этот циклон был прогнозируемым. Спасибо тем численным моделям, которые в разных странах и в нашей стране существуют, которые достаточно хорошо этот циклон предусмотрели. Вопрос был только в том, насколько будут интенсивные параметры этого циклона, какова будет температура и сколько может выпасть осадков. Поэтому мы до пятницы это придерживали предупреждения. Хотя, в общем-то, органы МЧС были на чеку и постоянно звонили. В том числе и управление наше по благоустройству, комитет по благоустройству Екатеринбурга тоже интересовался этим вопросом. Держали вот такой непосредственный контакт просто. – Прошед Мегатович, спрашивают про опять холодное лето и про лютую осень. Спрашивают, будет ли какое-то природное вознаграждение за такую погоду? Например, бурная ранняя весна или жаркое лето с ночными грозами. Но есть же такое практическое поверье, что если зима лютая, то лето наоборот будет жарким. Работает ли этот механизм компенсации? – Как раз, по-моему, у поверьев 45, наверное, процентов сбываемость. То есть трудно сказать, на самом деле. Такие прогнозы можно давать на много лет вперед, зная общие закономерности изменения климата, либо на несколько дней. А вот между этими масштабами – это, наверное, самое трудное прогнозирование. Потому что модели, которые изменили перемещение воздушных масс уже практически не работают на несколько недель. А прогнозы многолетних изменений тоже не работают на уровне месяцев. Поэтому это самое неблагоприятное занятие – давать прогнозы на будущее лето, на будущее зиму и так далее. – У коммунальщиков тоже неблагоприятная какая-то бездарная работа. Им приходится постоянно увозить то, что с неба падает. Мы видели, как в выходные убирают снег, и причем в первой половине субботы, во всяком случае, коммунальщики, в какой-то момент вроде ночью с пятницы на субботу убирали, а в утром субботы перестали. Это вот с точки зрения утилитарной и логичной. Нужно дать снегу подосесть и там притоптаться немножко, чтобы потом вывозить. Или он все равно будет падать, и надо вывозить все время. Насколько рационально делать какие-то паузы на несколько часов? Может быть, часть сама растает? – Есть свои нормативы при определенном количестве выпавшего снега, с какой периодичностью нужно убирать. Там нормативы есть, я сейчас не могу за них сказать, конечно, но они как бы старались, работали, конечно. – А Вы бы им посоветовали, например, может быть, подождать, само растает через несколько часов, чего бензин жечь? – Вы видите, это очень рискованно растает. Мы же видим, что это не будет таять, по крайней мере, в течение вот этой недели. Маловероятно, что это растает. Поэтому, конечно, нужно убирать, иначе весь транспорт может встать. Потом немножко подмораживать будет, скажем, сегодняшняя ночь. Это тоже образуются какие-то ухавы, которые совершенно неблагоприятны для движения транспорта. – Могут быть какие-то катаклизмы, например, осенние или весенние потопы? Вот той осенью были потопы, правда, не всегда связанные с природными явлениями, заливало удачные товарищества. Может ли что-то такое быть? – Если ноябрь там будет тёплым, то вполне может быть. То есть снега накопилось недостаточно, и реки могут подняться даже в это время. Бывает, что, насколько я знаю, такое заявление, как осенние половодья. – Водность рек, там немножечко больше нормы, есть некоторые реки, которые как бы полноводны сейчас, больше у них. Но я не думаю, что такое таяние снега будет настолько интенсивным, что оно резко, это всё подъёмы пойдёт. Вода же утекает, как бы река идёт, поэтому вопрос в том, насколько резко прибывает вода в реку, стекает. Но я не думаю, что это будет, что это тот случай, который должен беспокоить. – Понятно. А есть на Урале какие-то микроклиматические зоны? Знаете, одно – абсолютное Гадюкино, где всегда плохая погода, а другое – более-менее стабильное место, какая-то стабильная зона, складка гор или, я не знаю, большой водоём. Или примерно равномерно, куда в Свердловской области не поедешь, везде будешь мучиться одинаково. – Ну, это понятно, что в горной зоне, там, где пролегает Уральский хребет, там побольше осадков выпадает. Естественно, скажем, у нас метеостанция, конечно, не во всех пунктах населённых, недостаточно, может быть. Но, скажем, я знаю, вот Шамары, там всегда больше осадков выпадает. Это достаточно влажный район, там у нас метеостанция есть. Кытлы, такая горная котловинка, долина реки, там тоже очень много осадков выпадает, больше, чем в других районах. Поэтому можно говорить о том, что вот в горной зоне выпадает осадков больше. И температура, соответственно, пониже у нас самые низкие температуры, ну, абсолютный минимум отмечаются на севере области и преимущественно в горной зоне. Юго-восток области, напротив, у нас там такая лесостепная зона, там меньше осадков традиционно выпадает. Это климатически обусловлено. Ну, по температуре они сильно не выделяются. Если переносить Екатеринбург куда-то, куда его надо передвинуть, чтобы погода была получше, менее непредсказуемая? В Екатеринбурге, ну, погода непредсказуемая всегда, а Екатеринбург передвигать его нужно бы делать, делать было бы на хорошей большой реке вот так. Потому что, когда приезжаешь, допустим, в Пермь, ты видишь, насколько прекрасен город, насколько его река украшает. Ну, и в любой другой город, где есть хорошая река. Конечно, нам не повезло с тем, что у нас маленькая река. Спрашивают, куда увезли этот снег? Ну, часть вообще топят и сливают в канализацию. В реки, в городской пруд вроде как сбрасывать нельзя. Можете рассказать, куда увозят снег обычно? Да, нет, не можем сказать достоверно, но вывозят. Коммунальщики зовём, да, вам коммунальщики. Нет, они, конечно, не в реку, я думаю, что ни в озеро, ни в реку сбрасывают, просто сбрасывают подальше. Где-то есть у них особые места. Ещё вопросы про тёплое лето. Когда будет всё-таки ближайшее тёплое лето? Вот если долгосрочные прогнозы строить, когда ближайшее жаркое? Помните, как несколько лет назад, когда в Москве было совсем плохо, а у нас как раз чудесная была такая тропическая прудра? Нет, ну, по-моему, в последние годы просто люди избалованы. И летние температуры тоже выросли в Екатеринбурге. Они с каждым десятилетием тёплых летних сезонов всё больше и больше. Повторяемость их даже по своей памяти за последние годы, может быть, только этот год был немного попрохладнее. А так, вполне вероятно, что следующее лето. Просто действительно, конечно, на памяти остаются очень жаркие периоды. Десятый, двенадцатый год этого уже столетия были очень жаркими. Двенадцатый год был рекордным. Поэтому, конечно, нынешнее лето всем вот так запало и так всех расстроило, что все ждут непременно жаркого. Но жаркое лето тоже тяжело. Я помню, как в двенадцатом году было всем тяжело. Даже молодым, мне кажется, было тяжеловато. Потому что температура за 30 градусов держится и держится. Хочется передохнуть. Тринадцатый год был вполне комфортным. Но это лето ещё было обидным. Просто Екатеринбург был в дыре, а города поблизости были вполне себе... У них было нормальное лето. Да, вот ситуация была уникальна в июле месяце, конечно. Спрашивают про садоводов. Родители садовода переживают, что не успели удобрить почву перед зимой. Что сейчас посоветуете делать таким садоводам? Советуйте садоводам. Отдыхать, по-моему, наслаждаться природой. Отлично. Спасибо большое. Хороший вывод. Отдыхать, наслаждаться природой. Мы сегодня спрашивали, вы рады снегу в октябре? Да, 67%. Нет, 33%. В большинстве те, кто очень рады снегу в октябре. Ну, действительно, хорошо, чистенько, никакой пыли и стабильной октябрьской грязи. Да, ну, последний вопрос, даже после такого предварительного подведения итогов, самый последний про ближайший прогноз на этой неделе. Что будет? В среду чуть потепляет, а потом опять похолодает? Да, и осадки, мокрый снег, снег. Переобувайтесь. В сентябре, в четверг, в среда-четверг это осадки снова. Спасибо за этот разговор. Промежуточный вывод состоит в том, что на этой неделе лучше не ездить на автомобиле. Мы, кроме всего прочего, поговорили с заместителем главы администрации Екатеринбурга по благоустройству Евгением Липовичем. Он рассказал, как в эти дни его команда занимается уборкой снега. Давайте посмотрим. Есть операции, с которыми дорожные службы справились достаточно неплохо. Я имею в виду, это расчистка проезжей части от снега. Это основная операция, которая должна проводиться в период снегопада. И вся техника достаточно активно работала и с этой задачей, на мой взгляд, справились. Что не удалось? Не во всех районах одинаково были почищены тротуары. Более того, есть конкретные районы, конкретные места, где не справились подрядные организации с выполнением работ по расчистке тротуаров. Что еще, так скажем, вызывает неудовлетворение, не только у меня, но и, естественно, у всех горожан, это в воскресенье не были расчищены остановки общественного транспорта от снежных валов и пешеходные переходы. Сегодня мы видим, что ситуация значительно улучшилась, но, тем не менее, мне бы хотелось, чтобы это делалось сразу по мере прочистки проезжей части. Сегодня мы говорим о том, что есть наледь, которую необходимо устранить в течение двух дней, и закончить работы по расчистке тротуаров и пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. По дорожным работам достаточно той техники, которая на сегодняшний день есть. Здесь не будем никого привлекать. Обсуждался вопрос. В принципе, объемы снега, которые выпали, позволяли в рамках действующего законодательства обидеть чрезвычайную ситуацию. То есть 44 мм за два дня – это превышает все допустимые нормативы. Но, тем не менее, взвесив возможности дорожно-транспортных, дорожно-эксплуатационных учреждений, мы поняли, что мы сможем справиться самостоятельно. И поэтому все эти дни общественный транспорт работал достаточно ритмично, никаких сбоев не было. Это основная задача.